В интервью нашему каналу спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Дональда Трампа рассмотрит вопрос о предоставлении оружия Киеву. Кремль уже отметил, что такое решение США приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако Волкер сказал нашему каналу, что не считает такой шаг провокационным. Во-первых, Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. И у границ Украины сосредоточен еще больший контингент. У России есть полное право это делать. Это ее территория, и они могут размещать там столько военных, сколько хотят. Так что это никак не спровоцирует Россию сделать что-то, чего они еще не сделали. И это никак не сможет изменить баланс сил. Если мы примем такое решение, это даст Украине возможность защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитных вооружений не несет тогда ни для кого никакого риска. Тем временем Дональд Трамп обвинил Украину в попытках саботировать его предвыборную кампанию. В своем твиттере американский президент написал, что Украина вела работу по поддержке Хиллари Клинтона и саботажа его собственной кампании. Никаких доказательств Трамп не привел. Исполнители песни Эдоспасита осудили президента Венесуэлы за использование хита. Самого его назвали диктатором и преступником. Николас Мадуро в своей телепрограмме переделал слова песни и агитировал людей голосовать за изменение Конституции. Музыканты заявили, что у них ни разу не спрашивали разрешение использовать хит в политических целях. И учитывая ситуацию в Венесуэле, они бы такого разрешения не дали. Российский хоккеист Денис Зарипов заявил, что не употреблял запрещенные препараты и будет подавать апелляцию. Ранее сегодня его дисквалифицировали на два года за допинг. Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею, один из самых результативных хоккеистов России. Дисквалификация произошла на фоне заявлений российских властей о борьбе с допингом. В этом месяце правительство одобрило план мер против запрещенных препаратов. А президент Владимир Путин ранее запретил выдавать гранты Кремля людям, замешанным в допинговых скандалах.